Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в пленарном заседании августовского совещания работников образования. КФУ посетила делегация одного из ведущих вузов Казахстана. Участники WorldSkills посетили лице имени Лобачевского КФУ. В рамках открытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019 с официальным визитом в Казанский федеральный университет прибыл советник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. В сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова он осмотрел медицинский кластер, центр претензионной и регенеративной медицины, а также объекты университетской клиники. Затем Андрей Фурсенко и представители университета талантов обсудили развитие образовательного центра «Сириус» на территории Республики Татарстан. А теперь к другим новостям. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в пленарном заседании Августовского совещания работников образования Кайбетского района. Все подробности смотрите далее. 21 августа ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в пленарном заседании Августовского совещания работников образования Кайбетского района. Обсуждали три основных фактора обеспечения качественного образования – инфраструктуру, технологии и подготовку кадров. С точки зрения материально-технической базы район обеспечен всем необходимым. Имевшийся до недавнего времени дефицит мест в детских садах преодолен благодаря строительству нового здания, рассчитанного на 50 мест. Таким образом, наиболее важным остается фактор подготовки кадров. Помочь в этом может Казанский федеральный университет. В своем докладе директор КФУ Ильшат Гафуров отметил важность программ повышения квалификации и получения базового образования высокого уровня. В прошедшем учебном году важной задачей, в том числе для университета, для министерства, стало сохранение кадрового потенциала системы национального образования республики. В 2018 году более 1200 учителей татарского языка и литературы в связи с изменением учебного плана прошли профессиональную переподготовку. То есть мы постарались, чтобы никто не потерялся. Профессиональную переподготовку они прошли по другим специальностям, в том числе на базе и нашего Казанского федерального университета. Отдельно затронули вопрос поддержки здоровья учителей. По распоряжению ректора КФУ университетская клиника по направлению из района будет оказывать им помощь. Таким образом сформировалась целостная система поддержки педагогов от повышения квалификации и методического сопровождения до профилактики заболеваний. Как отметили сами участники мероприятия, самым важным событием стало вручение портфелей в рамках акции «Помоги собраться в школу». Школьные наборы вручали не только первоклассникам. Подарки принимали и более взрослые дети. Всего 250 человек. Лилия Талипова, Ленартов Литьяров, Универньюс. Казанский университет посетила делегация Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Серегбаева. В ходе визиты состоялись переговоры с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым и проректорами институтов. Подробнее смотрите далее. Казанский университет посетила делегация Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Серегбаева. Встреча с руководством КФУ была посвящена определению точек соприкосновения двух вузов для дальнейшего развития сотрудничества. На сегодняшний день университеты уже имеют подписанное соглашение о сотрудничестве. Однако начатое взаимодействие предстоит наполнить реальными проектами. Так, в ходе переговоров в качестве ключевых, интересных обоим сторонам областей налаживания контактов, были определены следующие – биоинженерия, геоинформационные технологии и беспилотная техника. Кроме того, казахстанские коллеги выступили с предложениями о создании программ двойных дипломов, а также о совместном использовании оборудования лабораторий и центров университетов при подготовке и реализации общих научных проектов. При этом стоит отметить, что перспектива развития сотрудничества шире, нежели этот первоначальный список. Это подтверждается и тем, что интерес в общении с представителями Восточно-Казахстанского государственного технического университета проявили и все присутствующие сотрудники институтов КФУ. Института физики, Института вычислительной математики и информационных технологий, Института геологии и нефтегазовых технологий и Выше школы информационных технологий и информационных систем. Всем им было что предложить, как в рамках обозначенных направлений, так и помимо них. Озвученные идеи были завиксированы и найдут свое развитие в взаимодействии вузов. Лилия Талипова, Ленар Довлетяров, Универньюз. Лицы имени Лобачевского Казанского федерального университета посетили участники 45-го Международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills Казань-2019 из Республики Корея. О том, как это было, смотри далее. С народными песнями и танцами в лицее имени Лобачевского Казанского университета встретили участников 45-го Международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills Казань-2019 из Республики Корея. С приветственным словом перед гостями выступили директор лицея имени Лобачевского Елена Скобельсина и проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Также делегация посетила различные познавательные секции. На одной из них они своими руками смогли изготовить макет национального татарского головного убора. Напомним, что соревнования по профессиональному мастерству пройдут на территории выставочного центра Казани-экспо с 22 по 27 августа. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Russia 2019 стартовал в Казани 22 августа. Мировой чемпионат бьет рекорды по количеству стран-участников за всю историю проведения. В Казань на чемпионат съехали 63 команды из различных стран. Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Russia 2019 стартовал в Казани 22 августа. Погода в этот день была идеально солнечной. В деревне Универсиады, где проживают участники соревнований, не суетно, но видно, что все психологически готовятся к предстоящим соревнованиям. Флаги разных стран виднелись на фоне окон общежитий. Девушки из Намибии уже успели побывать в городе перед торжественным открытием чемпионата. Деревня Универсиада Казань является кампусом для проживания студентов Казанского федерального университета. По окончании чемпионата WorldSkills Russia 2019 студенты университета заселят те же комнаты, в которых сейчас проживают участники соревнований. В связи с чемпионатом график заселения студентов в общежитие сдвигается на две недели. Реально к учебе студенты приступят только в середине сентября, а не первого числа, как обычно. Более 600 волонтеров Казанского федерального университета помогают в организации соревнований WorldSkills Russia 2019. На самом деле участие студентов КФУ это уже традиционно. Всегда студенты Казанского федерального университета составляли большую часть волонтеров при проведении в Казани крупных международных соревнований. Ученые приоритетного направления ЭКОНЕФТ КФУ совместно с ТАТНЕФТЕ разрабатывают уникальный в своем роде программный продукт на основе машинного обучения для интерпретации геофизических исследований нефтяных скважин. Подробнее смотрите в сюжете Дианы Шиловой. Ученые Казанского федерального университета вместе со специалистами ПАО ТАТНЕФТЕ разрабатывают программный продукт на основе машинного обучения для интерпретации геофизических исследований нефтяных скважин. ТАТНЕФТЕ взяла, скажем так, тренд на цифровое развитие и довольно уже длительное время занимается в этом направлении. К примеру, стоит, скажем так, большая задача по оптимизации всех процессов, по цифровизации всех процессов, происходящих в ТАТНЕФТЕ. Подобные цифровые решения в тандеме с опытными специалистами должны улучшить качество работы нефтегазодобывающей компании. Машинное обучение, нейросеть, они уже и будут перерастать в дикие, ну, скажем так, когнитивные технологии, которые будут служить именно человеку, а не заменять его. Этот программный продукт будет способен интеллектуально обрабатывать огромный объем скважинных данных, получаемых в процессе всей жизни скважин, от их бурения, использования и до ликвидации. При необходимости позволяет эффективно распределить время специалистов, которые смогут анализировать результаты, полученные с использованием алгоритмов машинного обучения. Человек, выполняя ту же самую работу просто по загрузке данных, может в один клик получить все желаемые результаты. И, будучи уверенным в них, поскольку были проведены объемные тесты, он может потратить совсем немного времени только на просмотрах, поскольку есть удобная визуализация, убедиться, что все действительно хорошо, сэкономить кучу времени и заниматься уже даже в этом проекте, в этом приложении аналитической работой. По Аутатнефти Казанский университет имеет давнюю совместную историю. Генеральный директор компании Наэль Маганов входит в попечительский совет университета. В Институте геологии и нефтегазовой технологии от предприятий ежегодно обучаются студенты по целевой форме, повышая свою квалификацию специалисты компании. Кроме того, активно ведется совместная научно-исследовательская работа. Стоит отметить, что ученые КФУ совместно со специалистами по Аутатнефти планируют коммерциализировать один из готовых проектов, касающихся нефтяных скважин, где также применяются алгоритмы машинного обучения. Диана Шилова, Тимур Табаров, Универньюс. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok